24 декабря в актовом зале школы номер один прошел семинар, посвященный системе педагогической работы по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков. Данное мероприятие собрало настоятелей храмов и педагогов учебных заведений Артемовского городского округа. С приветственным словом в адрес всех участников выступила Елена Радунцева, заместитель главы администрации по социальным вопросам. Очень рада встрече с вами сегодня, такому необычному формату взаимодействия, хотя мы с вами взаимодействуем в ежедневном режиме, это безусловно. Но тем не менее, очень приятно, тем более, что время предновогоднее, время подведения итогов. Конечно, вы все очень загружены, но когда подведешь итоги, проанализируешь, что ты сделал, то, конечно, легче начинать новый этап, новый год. Ну и поэтому, конечно, мне хотелось бы вначале поздравить всех, всей души с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым и пожелать всем замечательного настроения, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мира вашему школьному дому и вашей семье. Возвращаясь к теме семинара, Елена Радунцева заметила, что педагогик находится на главных позициях в духовно-нравственном воспитании детей. Мы подводим эти итоги, мы об этом будем еще говорить. Ну а сегодня знаменательно также то, что у нас гость, которого представила Татьяна Николаевна, Погорел Станислав Тимофеевич. И сегодня он будет выступать на тему содержания и формы взаимодействия органов управления образования и образовательных учреждений с религиозными организациями в осуществлении эксперимента по апробации курса, который у нас введен и уже существует в нашем школьном плане. Я думаю, что эта апробация проходит на нашей территории с плюсами и с минусами, потому что то, что начинается, оно не может идти без ошибок. И я думаю, что сегодня мы с вами будем иметь возможность определить свое место именно в направлении важнейшем этой работы и в дальнейшем скорректировать свою работу. Я думаю, что это благое дело, оно на нашей территории будет продолжаться в правильном направлении, потому что иначе и быть нельзя. И именно то, что происходит в последнее время, речь идет также и проявлением экстремизма, а они у нас начинаются именно в молодежной среде. Это также свидетельствует о том, что нам нужно еще больше внимания уделять духовно-нравственному воспитанию. После приветствия Елены Радунцевой слово для выступления взял непосредственно Станислав Погорелов, заведующий лабораторией педагогики православия Уральского отделения РАО, профессор, кандидат педагогических наук, советник архиепископа Екатеринбургского по педагогике и образованию. Я очень рад, что сама возможность встречи таких стала нормой. Мы уже в первой территории встречаемся с руководителями, понимая, что произошло в нашей жизни. В нашей жизни несколько совершений совершенно фундаментальных. Вот мы говорим о духовно-нравственном воспитании, но мы должны понимать, что это не сегодняшняя выдумка чья-то, а первое – волю проявил законодатель. В закон об образовании внесена в декабре 2007 года норма, которая звучит две статьи так. Содержание образования должно содействовать формированию духовно-нравственной личности. Одна статья, и вторая – подтверждающая, и это же разворачивающая. Я обращаю ваше внимание на эту формулировку. Станислав Погорелов отметил, что как законопослушные граждане, педагоги обязаны выполнять закон и ответить в первую очередь для себя, что такое духовно-нравственная язычность. В советское время, кто помнит его, работает, мы понимали, у нас стояла другая задача. У нас была задача формирования всесторонней гармонически развитой личности. Разница существенная. И это надо хорошо понять. Теперь дальше законодатель закрепил свои позиции, дальше исполнительное власть действует. Появляется поколение, второе поколение стандартов образовательных. Вот его часть для начальной школы. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. С сентября 2011 года все первоклассники должны включиться в эту работу. Каждая школа должна это выполнять. В этом учебном году только те школы, которые готовы к реализации вот этой концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. То есть мы, как законопослушные граждане, должны выполнять и этот документ. А что, собственно, существует этого документа, я скажу только об одном. Тут есть такая глава, раздел «Национальный идеал воспитания». И национальный идеал воспитания, вот тремя академиками, Данилюк, Кондаков и Тишков, но они в данном случае говорят уже только это авторство, на самом деле, это нормативный документ, обязательный к исполнению. И с нас будут просить, а что вы, собственно, сделали. Это результат нашей работы будет проверяться вот по этим критериям. Там есть раздел «Национальный воспитательный идеал». И его история, которая коротко звучит так. Средневековая Россия идеал воспитательный сформировала на основе православия. Прямо в этом документе откройте его, я могу страницу у вас взять. И государство помогало церковью в осуществлении этого идеала, потому что школьное дело было полностью под эгидой церкви. В 18 век Российской империи государство стало над церковью. Сенат образован в главе синода, извините, в синод, и в главе синода сидит император. Значит, церковь потеряла некоторые права самостоятельности и выполняла функции одного из ведомств государства. Это кончилось очень печально, но идеал сменился. Идеал был такой. Воспитание государственного человека, слуга царю и отечеству. Тоже идеал патриотический. Советский период. Вот закончился имперский период так воспитательный. Дальше советский период. В советский период церковь устранена от воспитания полностью. Функции церкви взяло на себя государство. Вселенская церковь. Она регулировала не только социальные отношения государства, но и частную жизнь человека. И все должны были верить в коммунизм, в вера. Это никакие научные доказательства, это вера. И служить коммунистической партии. Вот идеал. Это идеал формулируется для педагогов всесторонней гармонической развитой личности. 90-е годы. 90-е годы освобождения личности. Но это освобождение закончилось тем, что одна, мы свободу совести объявили, и освобождение личности от обязанности перед обществом и государством. 20 лет. Теперь Манежная площадь. Все понятно. Можно дальше эту тему не развивать. Все понятно. Воспитательный идеал, как вот сейчас правильно было сказано, существенно влияет на состояние страны. Выросло поколение, которое полностью получило образование уже вот в освобожденном обществе. Наступает новый период осознания вот этих документов. Где воспитательный идеал? Как считает Станислав Погорелов, в воспитательном идеале не хватает базовых духовно-нравственных ценностей. Какое место тут займет разработанная культурой за советский период времени, часть это придется осмысливать. Но то, что традиции, выработанные в исторической России, снова возвращаются в содержание воспитательного идеала, в ценности воспитательного идеала, совершенно очевидно. И вот именно с этой целью был начат эксперимент по введению комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Общество осознало, что если нет у него базовых ценностей, носителей его, ну в данном случае, вот видите, государство выполняло роль церкви, а сегодня государство от этой миссии отказалось, предоставив это дело гражданскому обществу. То есть, свобода совести – это право человека выбрать на основе семейных традиций, на основе его убеждений, какие себе ценности мировоззренческих ставит человек, на этом основании строить воспитание. И поэтому первыми воспитателями объявлены родители, а государство содействует. Дальше есть законодательная норма, которую забыли вот за эти 20 лет. Она звучит в том, первая статья закона образования – «Образование есть обучение, есть воспитание и обучение, образование есть воспитание и обучение в интересах человека, общества и государства». И очень многие забыли, что школа работает не только для ученика, она работает для того, чтобы интересы общества соблюдались, интересы государства соблюдались. И в этом смысле мы, получив мировоззренческую свободу, получили разнообразие мировоззренческих структур в числе различных религиозных объединений и организаций. Одни из них называются традиционными, в срок их действия определен законом, и среди них мы традиционными религиями Российской Федерации называем христианское, поименно православное христианство, дальше ислам, мусульманская традиция, иудаизм и буддизм. Это традиционные конфессии. И государство вправе выбрать себе партнера. И этот партнер назван. Вот эти традиционные религии. Почему не адвентисты седьмого дня? Ответ-то простой. Они не собираются воспитывать патриотов, они собираются воспитывать будущих воинов, им граждане России не нужны. Они приготовят их к эмиграции, к чему угодно. Только не в интересах общества, а в интересах государства будут работать эти различные религиозные объединения. И когда мы слышим вот эту болтовню о том, что у нас, извините, множество религий, и дайте все им право, и пусть они все в школах будут представлены. Здрасте, пожалуйста. Государственная система образования и государство выбрало себе партнеров. И ради интересов государства, общества и учащегося человека создается система образования. Тогда понятно, почему мы сегодня имеем вот этот эксперимент по основам религиозных культур и светской этики. Преподавание курса религиозных культур было введено во многих школах страны. Поначалу информация о новом предмете вызвала неоднозначное мнение родителей и педагогов. Мотивировалось это тем, что Россия многонациональная страна, и не все положительно относятся к тому, что их дети, будучи, например, православными, изучают религиозные традиции других конфессий. Однако на деле все оказалось намного проще. Нигде на территории России, на 19 регионах, ни одного случая противостояния, конфликта, какого-либо на основе преподавания вот этого курса не случилось. Значит, преподавание религиозных культур не мешает толерантности, не мешает самобытности ничьей, и не ущемляет ничьи права, и не вызывает никаких конфликтов в среде школы, не вызывает в среде родителей. Все опасения, журналистов особенно большое количество было, опасения таких многонациональной, многоэтническая, многоконфессиональная страна, и введение, скажем, религиозных модулей поведет к разделению классов. Ничего подобного. Дети с интересом обнаружилось другая интересная вещь. Там, где реализован эксперимент, так как он задуман, родителям дано право, дети, расходясь на разные модули, обмениваются очень интересными сведениями. Так как одни побывали, допустим, на английском языке, другие на французском, потом они соединяются, у них есть почва очень интересного и содержательного разговора. Скажем, о праздниках, об обычаях и так далее. И как раз наоборот, уважительное отношение ко многим традициям, которых не знаю, и возникает. Проверена толерантность вот этих модулей всех. И здесь я позволю себе вот тоже воспользоваться результатами-то не своими, на общественной палате предпрезиденте. Потому что там социологический опрос был заказан очень серьезный, основательный влияние на это. Не можно сказать, что, значит, получилось следующее. Вот. На вопрос такой, в чем вы видите положительное значение введения курса? Ответы такие. Расширение кругозора детей 49%. Духовное и культурное развитие детей 27%. Повышение нравственности детей 24%. Воспитание культуры, межнационального общения, уважение к культурным и религиозным традициям народов России 20%. То есть в совокупности все увидели практически вот даже многие видят сочетание этих. То есть практически мы получили ответ на влияние этого курса. Если говорить о религиозном влиянии, то тут его никто не отмечает. А вот расширение кругозора – это большая часть людей отмечает. То есть это общекультурный еще предмет. Ну я могу сказать со своей стороны, вот как специалист в этой области, что войти в мировую культуру, не зная, скажем, символики христианской, просто невозможно не видеть. Если мы сталкиваемся с какими-то смыслами, скажем, литературных произведений, которые очень активно встретят радостного входа, и братья меч нам надо. То каком мече идет речь? И все отвечают, да декабристы, надо же бороться с самодержавием. Здрасте, пожалуйста, победили. Зачем меч-то? Речь идет о Пушкина о духовном борении. А этого смысла нет в разговорах с детьми. И нанимая сцена там, Гоголь, ревизор, все, к нам едет ревизор. Все смеются. Один шулер, на смену ему едет еще более ловкий шулер, опять поборо. А Гоголь совсем не о том говорит. Он говорит о том, что, извините, сколько вы не вертитесь, придется отвечать. И перед нездешним судьей, и перед Богом. Вот и немая сцена. И совсем разное понимание у школьников возникает. Именно так писал Гоголь. И что мы говорим, когда не знаем смыслов этих. Личность формируется, особенно в школьном году. Почему нам сегодня и закон говорит, образование это воспитание сначала. Мы же его в 92-м году-то так повертели, а в 96-м году закончили. Вот эта формулировка сегодня и действует. Образование это воспитание и обучение. Вот уже большим интересом человека личного, человека общества и государства. Вот в этом смысле стремление к познанию должно быть нами проверено на критерий его нравственности. И об этом же Патриарх говорит. И мы должны понимать, что ответственность несет какой пропорции, куда знание это ведет. То есть не просто сообщает. Но ведь мы получили право выбирать учебники. Если дискуссия прошла по России, учебники были под грифом Министерства образования и науки Российской Федерации, в которых, например, православие объявлялось позором России. Здравствуйте, пожалуйста. Я заместитель министра тогда, Бацин был сейчас в Эврике, задавал сам вопрос. Как вы подписали рекомендацию на такое учебник? Он говорит, а у меня экспертиза такая. А потом, если вам не нравится, вы не выбирайте, потому что право выбирать учебник зависит от учителя, от школы. А вот сформировать такое отношение, выпустить миллионными тиражами такой учебник, ну, пожалуйста, его выпустили. А что такое способности детей в этом учебнике художественного? Это возможность для первой формы бизнеса и так далее, то есть эксплуатации детей. А вот среди победителей генералов нет маршала Жука. Вот все есть, даже французские генералы, которые отсиделись. Американские генералы маршала, Жука, Ваня Георгий Константинович. Дегероизация таким силам очень важна, потому что это сплачивает нацию, такие персонажи. А вот убрал их, и нет их, и все, и пожалуйста. То есть мы должны понимать, что в наших руках не просто научное содержание образования, а то содержание образования, которое мы ведем по цепочке обобщения до мировоззрения. И как мы это делаем, зависит уже от учителя. Поэтому вот вопрос встает, истина это или это просто знание, который когнитивный компонент, как говорят, содержания образования, нейтрален к чему-то? Да не нейтрально, нет таких знаний. Они всегда принадлежат личности, они для чего-то используются, у них служебные функции, и куда-то ведут. И вот это вот мировоззрение надо сегодня выстраивать, я говорю, ориентированно на наш культурно-исторический тип. Так всегда воспитывали, во всех школах. И когда мы говорим о системе знания, мы вдруг почему-то думаем, что это вот только естество знания. Это гуманитарная сфера прежде всего. И если говорить о том знании, которое необходимо, то я вот простую вещь приведу. Давайте спросим, сколько агрессии в школе проявляется. И все скажут, я учителя опрашивал, скажите, пожалуйста, чем отличаются дети, вот учителя начальных классов 20-летней давности, кто давно работает, и сегодня. И они разные назвали параметры, но все 100% повышение агрессии отметили. А вот спросим, какая форма агрессии? А форма агрессии вербальная. Сквернословие, обзывание и так далее. Граки, ну, граки сам собой. Но прежде всего-то нарушение в школе языковой среды произошло. А человек-то существо словесное. И первый признак духовности, что он говорит. На каком языке сегодня школа говорит, если германику посмотреть, годы учителя, подарок, это катастрофа национального масштаба. А нас учит Евангелие. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале было у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека, который просвещает каждого приходящего в этот мир. А мы никак не можем понять, где основание нашей культуры, агрессии и того же Монежного. И если это только представить себе, какая ответственность учителя. За каждое сказанное слово, за каждый шаг, за обращение друг к другу и так далее. Чем отличалась русская школа? Высокой интеллигентностью, духовностью и речевой культурой. Вот оно основание. Эти знания мы как-то так принизили до ЕГЭ. К слову, про введение единого госэкзамена по гуманитарным предметам, а в частности русского языка и литературы, выступали не только учителя и литературные деятели, но и сами ученики. Культура общения, культура языка, а следовательно и нравственность не повысятся, если ребенок не будет выражать свои мысли на бумаге в сочинении. Ну, Бог с ним с ЕГЭ, это форма контроля. Государству нужно, пусть оно это делает, получить информацию. Но школа-то не может снижать свои критерии, если мы говорим о воспитании. Тем более сейчас и духовно-нравственном воспитании. Это понимают даже дети. В одной школе я встретился, мне говорят, у нас много сквернословий. Я подшел, ребята так же сидят и говорят, скажи, какие слова бывают? Он не знает. Я говорю, зеленые бывают? Он говорит, нет. А синие? Нет. А красное словцо может быть? Красное может быть. И давай мы разговариваем. И обнаружили слова разные. Могут быть умные, глупые, сказочные. Они могут быть верные, они могут быть обманные, они могут быть научные. И бесконечное количество слов. Но какие характеристики слова ни один ребенок не дал? Они не помнят священного слова. Не знают, что такое слово тоже есть. Вот я им говорю, а вот ребята, слышали священное слово? Да, слышали. А откуда это слово? А это от Бога. Я говорю, ну правильно, от Бога, да. А вот скверное слово от кого? Мальчик маленький такой, вот пятиклассник, наверное, встает и говорит, от врага. Я говорю, да, правильно, от врага. А врага рода человеческого называют сатана, вот в нашей традиции. Это враг, это враг, слово переводится как враг. И слово это от врага. Ну вот если вы желаете друг другу враги, то тогда вы говорите скверное слово. И дальше можно и научные факты привести. Как вода, допустим, на которую скверное слово, и как она на пророске действует. То есть мы можем найти эти аргументы для разговора и для очищения этой среды, но снять ее. А у нас с экрана, конечно, могут интеллигентные люди, вполне обреченные, скажем, какими-то титулами, писателями, например, сквернословок. Еще особым шиком считать. Но школа-то не может так жить. На семинаре Станислав Погорелов представил присутствующим научную книгу известного психолога, преподавателя Московского университета. Педагогическая антропология после Ушинского все время носила идеологический характер. Первая книга, нормальная, научная, принята всеми. А он преподаватель и профессор еще Московского университета, доктор психологических книг. Поэтому очень интересные практики у него. Вот просто его общественность педагогическая, психологическая знает во всей стране и за рубежом. Вот недавно он был здесь на юбилее 10-летнем Уральского отделения Российской Академии Образования и прочитал нам лекцию на нашем мастер-классе о проекте новом «Разворачиваемся в России». Значит, форсайт – это вперед, чипизация людей. Мы еще ничего не слыхали, а нам уже готовят новую радость, когда биоробот будет просто сделан. Ну, ребенок неудобен, плачет. Ну, вставим ему чипик, он плахать перестанет. Непослушный станет послушными. То есть, вот, роботизация такая. У нас эти эксперименты проведены во время афганской войны. Вот сюда вот солдатику делали укол, а там маленький чип. А, это чип из сейчас Горошенко. Собственно, он управлял выделением адреналина в крови, его наличием, объемом. Потому что в условиях боя, когда там твоего приятеля на части разрывает, человек теряет работоспособность. Так у них снижалось адреналин в крови. И сегодня вот эти дюти, уже взрослые мужи, они, значит, вот в Петербурге обнаружились. Он гоняет по ночам по городу со скоростью там за 200 километров в час. И его спрашивают, зачем остановили? Он говорит, не могу жить, не понимаю почему. А ему адреналин нужен, а чип-то продолжает работать. А война-то кончилась для него. Она для него кончилась физически, а химически внутри нет. Так вот, мы биороботов будем создавать или что? Новый проект. Хорошие, удобные дети будут. Все послушные, даже способные. Очень легко, куклы такие. Либо мы найдем педагогические, в традиции наши сформированные средства. Книга интересная, она, например, очень точно рассказывает о том, кто субъект воспитания и образования. Мы все время думаем, что это персональный ребенок. Он говорит, нет. Детско-взрослое сообщество. Мы никак не знаем, как от индивидуализма вернуться, но не в советский коллективизм, а в нормальное человеческое сообщество. Вот эта книга рассказывает. Поэтому, я думаю, вот это вот надо принять. Также Станислав Погорелов затронул тему и о повышении квалификации педагогов. Что мы уже можем предложить? Ну вот я в ИРО теперь не работаю, но там программу я оставил, она вроде как не закончена. Учебный отдел пытается ее продолжить. Духовная основа образования. И не та программа, дьюторская только. Ну, глубинную, понимаете, символику. Потому что преподавать эти курсы религиозной культуры надо знать культурологию, философию, элементы, значит, религоведения и символику главной культуры этой. А вот это вот не приходит вот с одного такого, знаете. Мы большой практикум, скажем, церковно-краеведческий там в программе заложим. Сейчас у нас открыта магистратура. Вот при кафедре эстетического воспитания. Всем заинтересованным рекомендую. Она называется так, магистратура, педагогика духовно-нравственного воспитания. Мы научно-педагогический кадр собираемся готовить, чтобы выполнить вот эту задачу нам стандартно предписанную. Как выстроить систему духовно-нравственного воспитания и в классе, и в школе, и в муниципальном пространстве, на уровне региона и федерации. Ведь эта же задача-то встает, ее же надо выполнять. Однако для ее выполнения требуются специалисты, которых на данный момент пока нет. На заочное отделение уже набрано 24 человека. Капля в море, но уже какое-то продвижение в этом вопросе. Также планируется и переподготавливать специалистов, которые в этом заинтересованы. Но пока лицензии на это, к сожалению, нет.